Максимально заполнить хранилище страны плодо-овощной продукцией сегодня поручил Александр Лукашенко. Запасы на межсезонье обсудили во время рабочей поездки президента в Гродненскую область. Уже традиционно для этого времени года глава государства уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству и разным его направлениям, анализируя ситуацию в регионах. В целом, работу гродненских аграриев президент оценил как образцовую для всей страны. Сегодня акцент на развитии садоводства и обеспечении плодо-овощной продукции. Тему в деталях разбирают на примере производственного кооператива имени Кремко, одного из передовых хозяйств. Президенту доложили о том, как в регионе проходит уборочная и что планируют закладывать в хранилище на зиму и весну. Плодо-овощные запасы Александр Лукашенко поручил обеспечить максимально, чтобы в межсезонье на столах белорусов отечественные продукты были в достатке и разнообразии. Торговые сети, в свою очередь, реализацию наших овощей и фруктов должны сделать приоритетом. Наше сельское хозяйство способно удовлетворить потребности внутреннего рынка. Мы договоры заключили? Со своими сетями готовы заключить, а с сетями республиканскими нет. В этом году диктатура полная. Я уже об этом говорил. Да, да, Александр Ильич, мы отработали. Все договоры, которые вы будете заключены, будут, а все, что они произвели на это, они должны заключить договоры торговли. Так точно. Не выполнят, будут платить. Все, что ты считаешь, можешь положить на хранение, мы у тебя заберем. То, что тебе не надо будет, купим. Это я тебе гарантирую. Нет, я лично продам за пределы страны. Но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта. Но согласись, завести с Египта месяц надо везти картошку, выросшую там, где, в теплице. Я знаю, это им в теплице делали. А свое не можем употреблять. Ну, египетская в основном начинает продаваться уже в апреле-майе, когда и наша немножко товарный вид теряет. И это другая проблема. Нет, храни, чтобы вид не теряло. Если не умеешь хранить, а тебе мешок в мае месяце своей картошке передано. И ты увидишь, никакой товарный вид не потеряли. Что касается профессиональной состоятельности кооператива, претензий у президента нет. Пять лет назад здесь был заложен фруктовый сад. В прошлом году здесь собрали урожай в пять с половиной тонн. На территории в 40 гектаров выращивают поздние сорта яблок и черешни, а также трендовую сою. В этом сезоне планируют убрать более 300 гектаров богатой белком культуры. После разговор продолжился уже в официальной обстановке. Мое глубочайшее убеждение – хлеб, мясо, молоко, овощи. И, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть отечественного производства. То есть свое, свое, белорусское и еще раз свое. И жизнь многократно подтверждала правильность такого подхода. Нельзя сидеть и ждать. Пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы, ну, как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня, при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гроднинщине. Приближается время уборки плодов. Да, в конце лета яблоко стоит немного, но зимой, еще лучше весной, совершенно другая цена. Надо уметь сохранить. И вы получите 150-200% рентабельности. Никакие углеводороды сегодня рядом не стояли. Зимних сортов у нас достаточно. И жители Беларуси с удовольствием купят отечественное по разумной цене. А на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать. Совещание проходило в агрогородке Квасово. Местные жители собрались, чтобы лично пообщаться с президентом. Александр Лукашенко поблагодарил их за работу, отметив, что здешние земли и хозяйство – пример для всей страны. Не только из-за природных данных, но и благодаря трудолюбию и усердию местных.